Доброго времени суток! Уверен, у каждого заядлого кипера найдется всякая животина. И любимчики, и те, кто стоят на самой дальней полке, и ты к ним иногда забываешь заглядывать. Но не у каждого найдется такой питомец, который как бы старший брат всем другим. Вот, намешал это сиропа, понатлавливал самых лучших кормовых и готов к плановой кормежке всех своих перепончатых крылых. Капнул каждого сироп, кинул таракашку, где-то две, кому-то побольше, кому-то поменьше. В общем, все как всегда. Но тут ты понимаешь, что у тебя осталось еще довольно много сиропа и кормовых насекомых. Куда же их девать? Конечно же отдать этакой колонии, которая все за всеми доедает. Точно сказать, какая это мермика, даже не буду пытаться. Конечно, постараться определить можно, но какой в этом смысл? Им и так прекрасно живется. Поднимала эту колонию с пяти маток. Все сразу пошло хорошо, что не могло не радовать. Я был удивлен необычным поведением среди маток. Сразу же начала складываться некая иерархия. Первые пару дней наблюдались стычки между самыми агрессивными матками. Это было очень забавно наблюдать. Они не пытались друг друга перегрызть, как это бывает о панерин. Они просто делали выпады, либо гоняли друг друга по инкубатву. Немного боялся за то, уживутся ли они вместе. Но нет, подружились и стали сотрудничать. Две матки выбрали роль охотников. Одна постоянно фуражировала, а другая караулила в ход гнездо. Еще две были только няньками, а последняя большую часть времени сидела над всеми и наблюдала. Но появились первые рабочие, и матки стали матками. Едят, сидят и откладывают яйца. Все как это должно быть. Также поразила скорость развития колонии. Новая порция белка, новый пакет яиц. Ну, или личинки становятся в два раза больше. Еще одна приятная способность этих муравьев. Это абсолютная сиядность. От остатков зафобуса, которого не догрызли руфибарбисы, до сиропа, который не допили вагусы. Конечно же, я не кормлю их только объятками, но едят они все, что им дадут. Эти муравьи мономортны. Что первое поколение, что двадцатое, все одинаковы по размеру. Лишь с возрастом отдельные особи изменяют цвет таракса и головы, на более темные, что, кстати, очень трудно было заметить. Эти муравьи являются большой проблемой у судоводов, так как сладкое не любят и клюдаить умеют. Вид массовый и мелкий. Это дает им огромное преимущество в охоте на довольно крупную, но медленную добычу. Также в охоте им помогает жало с муравьиной кислотой. Все знают, как неприятно жалится крапива. Вот после укуса мермики примерно такой же эффект. Только боль плавно нарастает и также плавно спадает. В природе муравейники строят преимущественно в земле, но не стремятся селиться в опавших деревьях, под камнями, да и вообще везде, где может поселиться муравей таких размеров. Вы не найдете мермик там, где относительно сухо. Они любители влажности. В домашних условиях формикарий лучше делать из материалов, которые хорошо держат влагу. Газобетон, гипс, можно в принципе и акрил, если будет поддерживаться необходимый уровень влажности. В большой арене они не нуждаются, так как муравьи медленные и неторопливые. Помимо вышеперечисленного, в мермик есть еще две, по моему мнению, очень весомых плюса, которые выгодно выделяют их среди других муравьев. Это первый и второй. Первый плюс заключается в их принадлежности к подсемейству мермицины. Об этом, наверное, знают многие, но расскажу для тех, кто не знает. Почти все мермицины в процессе эволюции научились при недостатке животной пищи потреблять растительную, а именно семена растений. Некоторые виды даже стали специализироваться на этом. Таким образом можно подкармливать мермикмаком, подорожником, одуванчиком и прочими нетвердыми семенами. Они их унесут к гнездо и будут потреблять по мере необходимости. Это очень удобно. Второй плюс заключается в их образе жизни. Мермики невеликие строители, как мессеры, не архитекторы, как лазиусы, и не плотненькие, как компонотусы. Так вот, если на арене вы делаете шикарный, по вашему мнению, биотоп, то они не станут все переделывать, так как им больше нравится. Конечно, они попробуют разворошить субстрации так, если таковые и будут, но не более, и это радует. Поэтому смело можно строить декорации, создавать композиции из искусственных или живых растений, камней, ракушек, коряжек и прочего. Мермики неплохой выбор, как для начинающего, так и для опытного кипера. Малозатратные, доступные и интересные. Думаю, эта информация была вам полезна, и вы узнали что-то новое. Надеюсь услышать конструктивную критику. Лучшая благодарность автору – это лайк и помянуть добрым словом. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.